дорогие друзья всем привет всех приветствую из канады сегодня видео не совсем обычно сегодня видео об украшениях но это не не винтаж который я нашла в секунде и не какие-то мои находки это мои находки из моего сундучка что называется вещи которые у меня есть в моей шкатулке ювелирной и которые я однажды уже показывала у меня есть видео и могут это год полтора наверное назад я снимала свои золотые украшения и показывала их но тогда я еще не снимала видео вот таким вот образом чтобы показывать украшение вблизи на поверхности а показывала их просто на себе вставляла какие-то фотографии и вы знаете во первых я хочу сказать что у меня на канале очень много новых подписчиков которые скорее всего это видео не видели и которые пришли ко мне именно за обзором украшений и любят смотреть именно украшения а во вторых под тем старым видео мне одна прекрасная моя зрительница написала что конечно очень интересно смотреть украшения на вас но их очень плохо видно потому что вы показываете на себе это все очень мелко и не совсем видно и понятно что к чему поэтому я решила снять второе видео с теми же самыми украшениями для новых подписчиков и для того чтобы показать это вот таким вот другим образом так как я показываю это сейчас на столе вот в удобной форме чтобы это было хорошо видно и покажу вам расскажу про многие из них тем более что я хочу сказать что практически все они очень старые ну как очень старые но если мы говорим про винтаж то большинство из этих украшений больше 20 лет а в принципе по современным меркам такие вещи уже попадают под винтаж то есть это начало двухтысячных это очень странно говорить о том что начало двухтысячных это винтаж но если мы подумаем то эти украшения уже которым 20 25 23 года и принципе винтаж это вещи которые которые 30-20 лет много споров на эту тему но вещи 20-летней давности в принципе уже можно отнести к винтажу ну давайте я вам буду показывать все подробно и рассказывать и показывать мои украшения а на себе показывать не буду я может быть прикреплю линк тому видео где я в принципе все примеряю и вы сможете посмотреть на них вы знаете я долго думала с чего начать решила начать с самых старых самых простых сережек просто как это в общем ценности в них особо большой нету но им столько лет что их вполне можно назвать винтажные причем это такое старое советское золото если вы знаете о чем я говорю я не могу даже сказать сколько лет этим сережкам я была в шестом классе когда моя тетя подарила мне вот эту пару золотых сережек жемчужинкой и ими я прокалывала себе уши можете представить сколько лет то есть я даже не могу сосчитать сколько мне было лет в шестом классе сколько мне сейчас но это реально винтаж видите все эти советские пробы на них я храню я их практически никогда не ношу но храню конечно же как память и конечно же как вещь которая в принципе это золото с жемчужинками и я надеюсь что если у меня когда-нибудь будут внучки я смогу их передать для для них если будут мальчики то у меня есть у племянницы дочка поэтому наверное она их получит в наследство именно вот они немножко такие детские именно вот как детские сережки для маленькой девочки или ты совсем юной девушки они очень милые я их очень долго носила потому что когда-то это было единственное ювелирное украшение вот мы прокололи ими уши мне и у меня других сереб вообще не было поэтому я носила их очень очень много лет до довольно уже такого взрослого возраста когда у меня стали появляться ювелирные украшения настоящие в общем но это тоже настоящий в общем очень ностальгическая я бы сказала вещь храню их и всегда вывивают они у меня масса воспоминаний следующее украшение тоже я в том видео не показывала просто нашла сейчас и вспомнила про него это смешной золотое кольцо по моему с бриллиантиками я нашла его вот реально нашла его на улице и там есть проба в общем сейчас не сейчас не найду короче я отнесла его ювелиру они про мне его проверили сказали что это золото это малюсенькие бриллиантики она очень прикольная очень смешно я вообще про него забыла или видите даже нам не стал как-то маловато мне пальцы растолстели она очень прикольная смешно тем что вот у него вот этот вот шариком вращается да вот такой вот смешное колечко представляете нашла на улице не помню где и когда давно очень давно но вот такой вот забавное смешное кольцо давайте перейдем уже к более современным украшением значит я скажу что вот этому кольцу наверное ну она была куплена в или 2000 или до 2000 года я абсолютно точно это помню потому что мой сын родился в 2000 году поэтому я очень помню все украшения которые покупала еще до того как у меня появились мои младшие дети и как бы я поэтому вот помню примерно дату их покупки значит это белое золото с цитрином мне очень нравились тогда высокие такие перстни и вот я его себе купила мне когда-то было велико сейчас ведь самый раз на пальчик немножко она неудобная тем что она вас что это кольцо что она высокая и в принципе ну цепляется за все с перчатками зимой тоже не очень удобно но тем не менее ношу потому что очень красивый камень и я к нему очень долго искала комплект а у меня все с комплектами когда-то у меня была такая любовь комплектом я если покупала какое-то кольцо или какой-то кулон или какие-то какой-то браслет или что-то я всегда начинала тут же искать с чем это носить и вот я нашла значит вот такой вот кулон он серебряный тоже тоже камень цитрин но кулон сделан из серебра но в принципе он очень подходит вот к этому кольцу по цвету и по по форме тоже такой геометрическая форма здесь квадрат здесь ромб и даже то что это серебро в принципе его не очень портит и к нему я купила вот такие вот серьги гвоздики ведь они немножко отличаются по цвету тоже серебро это же цитрин они немного отличаются по цвету за счет того что у них ведь у них немножко другая обработка но в принципе близко похоже и как бы вот я ношу их вместе когда кулон на шее в ухе серьга в ухе то это не так не так видно что это разный цвет принципе довольно хорошо друг дружке подходят очень простые сережечки очень скромненькие просто вот такие вот гвоздики серебряные с такими вот красивыми камушками следующий набор такой знаете в стиле двухтысячных по моему сразу это видно и проглядывается это кулон серьги и серьги и кольцо видите у меня все наборами сейчас я как бы этого не делаю но когда-то вот 20 лет назад больше чем 20 лет назад это в принципе было нормально ну и в моей парадигме моей жизни было нормально иметь именно наборами вещей то есть я покупала как раз вот такими вот комплектами значит вот такой вот вот такое большое кольцо тоже геометрической формы это тоже золото и интересные вот такие вот кто ну так сделано вот с такими вот напаяны вот такие вот прожилки немножко же она такой шершавая мне кажется что в те времена это было очень модно мне кажется сейчас это не вышло из моды такие же серьги так они сделаны с обратной стороны интересно очень удобный замочек вот этот который никогда не теряется никогда невозможно их потерять вот такие же серьги и кулон так вот он выглядит непонятно даже что это кулон если вы посмотрите с обратной стороны то здесь есть вот два таких вот ушка я продеваю цепочку вот сюда в эти вот два ушка и ношу вот таким вот образом вместе все это интересно необычный комплект довольно такой сообразный следующий комплект тоже очень характерно для своего времени для двухтысячных конец девяностых вот такие вот серьги из проволочек причем по-моему вот в центре белое золото проволоки сделаны из желтого золота тоже очень удобная застежка такая вот они очень хорошо держатся на ухе немножко жмут поджимают ушко но если не очень долго их носить если я по-моему их несколько раз носила кивелиру разжимали мне их чтобы они не давили так ухо ну вот такие вот интересные цветочки не цветочки солнышки не солнышки какие-то паучиные лапки такие я бы сказала и к ним у меня есть вот такой вот кулон точно такой же как как серьги но он сделан на кожаном шнуре причем шнур и шнур не один вот такая вот целая куча сколько весь ну очень много тоже золотой застежкой на конце когда-то это было очень модно вот такие вот кожаные шнурки помните было был кулон по-моему булгари они сделали на кожаном шнурке тоже похожей формы круглый такой как солнышко и вот за ними за ним следом за булгари все многие ювелиры стали делать ювелирные дома стали делать вот такие вот украшения вот такой вот формы вот такой вот комплект интересный модный современный но такой своеобразный следующий комплект я в прошлом видео не показывала просто забыла про него очень маленький очень скромные белое золото или серебро вот я сейчас не вспомню если честно это очень давно я покупала он очень классические совсем не модный не современный но за счет этого по моему тоже никогда не выйдет из моды это такой кулон и серьги с маленькие бриллиантики камушек я не скажу но это какой-то камушек полудрагоценный но я забыла как он называется очень красивого сине-сиреневого оттенка бриллиантики конечно крошечные даже можно сказать что можно и не заострять на том что это бриллиантики ну вот он тоже такой классический немножко детский такой знаете ну не то что детские а вот тоже для молодой девушки такие вот серьги гвоздики такие маленькие что даже трудно их показать вот такие очень нежные очень такой знаете девичьи вот такой вот кулон симпатичный такой наборчик очень такая нежная тоненькая такая крученная цепочка в нем красиво я даже не помню что за материал дальше у меня есть еще один кулон я тоже не показала в прошлом видео потому что тоже забыл как это тоже золотые маленькие бриллиантики есть к нему цепочка вернее у меня есть одна цепочка несколько вернее цепочек которые я ношу обычно со всеми кулонами я не не храню каждый кулон на цепочке а просто вот у меня есть такая цепочка как как чокер такой знаете плотная может я сейчас принесу и покажу видите вот такая вот тоненькая золотая цепочка она сделана плотная такая вот как как чокер и я все свои кулоны просто вот надеваю на нее если я хочу под горлышко у меня есть одна более длинная и вот таким вот образом они у меня просто она коротенькая они у меня вот так под горлышко надеты она очень интересно странно так тяжело застегивается я даже с трудом вот так вот она закрывается очень надежная застежка но считается что это легче чем всякие крабики но если честно я всегда с ним мучаюсь вот такой вот тоненький жгут и вот так вот выглядит этот кулончик на ней очень классической формы очень малюсенькие бриллиантики осколочки но я здесь тут не хвастаюсь своими бриллиантами в три карата просто показываю свое украшение то у меня нету бриллиантов три карата если честно запуталась у меня тут все поэтому у меня в прошлом видео спросили как я не боюсь показывать свои украшения во-первых люди я живу в канаде большинство зрителей у меня живут не в канаде во вторых никто не знает знает может быть город в котором я живу но никто не знает мой адрес в третьих если честно это вещи которые ну как сказать они не представляют собой большой ценности денежные их можно сдать на лом и получить может быть не знаю там 300 400 долларов я не думаю что из-за этого кто-то будет ломиться ко мне в дом потому что даже те бриллианты которые я показываю которые вам сейчас покажу они для меня бриллианты а если как бы продажная стоимость их абсолютно как вторичные вторичное сырье она абсолютно не имеет большой ценности тем более что они все малюсенькие такие так этот набор вот это точно помню он 2003 года это мне муж подарил когда мне родился младшенький наш сыночек значит это кольцо серьги и вот такой вот кулончик это маленькие изумрудики и маленькие бриллиантики неплохо фокусируются вот такие вот серьги как видите здесь изумруды еще такие целенькие ну в смысле изумрудик еще какой-то имеет размер бриллиантики они состоят из двух бриллиантов то есть как будто бы как будто бы это один камушка на самом деле это два малюсеньких тем не менее очень красивые они нежные такие его тоже такая вот застежка удобная крепкая держится хорошо никогда никуда не не девается у меня не теряется тфу 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 слава богу вот такие вот все серьги багет багет называется по-моему этот фасон вот такое же кольцо и кулончик такой же формы тоже я его надеваю на вот эту вот цепочку тоже точно также под шейкой ношу вот таким вот образом красиво это выглядит все вместе трудно мне это все вместе показать ну я стараюсь так следующий набор можно сказать что тоже винтажный точно помню он с двухтысячного года это мне мой муж подарил когда мне родился бен бен двухтысячного года рождения значит здесь полный набор это кольцо серьги и кулон с цепочкой это гранаты с золотом вот такой вот тоже совершенно классической формы именно такой вот которая никогда по моему не выходит из моды вот такой браслет так он выглядит на руке и серьги тоже с очень удобной застежкой вот такой колечко боже мой не все могу подставлять когда-то я все всех носила вот на этот палец сейчас они мне маленький на этот палец приходится носить на вот этот хорошо еще хоть на этот налезает потому что мы да конечно это конечно это неприятно худеть худеть и еще раз худеть ну в общем вот такой набор красивый классический по моему даже мне кажется что это мой камень потому что мне кажется что граната это камень козерога единственное неудобство в нем это я вам сейчас расскажу в этом браслете только видите у него очень много тут всяких лапок и его надо очень аккуратно носить одежда которая ткань которая цепляется его носить нельзя потому что он цепляется ткань одежду и делать затяжки потому что и вот очень такие вот вот эти лапки они все они все очень таки цеплючие цепляются ко всему ну если выбирать гладкие гладкие наряды то тогда все хорошо так еще один набор по моему мне уже фокус уходит абсолютно потому что нет фокуса да вот сейчас нашли вот этот набор я помню я покупала он был очень дорогой покупала в магазине итальянских украшений тоже золото и разные камни разные разные полудрагоценные даже не знаю их название видите вот здесь даже на одну небольшой скулу потому что ему тоже очень много лет по моему тоже до 2000 года покупала значит серьги вот такой вот формы тоже вот такая удобная застежка ведь они серьги изогнутые и они зеркальные зеркальные формы кулончик кулончик прямой не изогнутый но очень подходит ко всему этому делу и вот такое вот кольцо тоже наверно уже не на тот палец на какой палец мне не налезет можно носить его так можно его переворачивать носить вот так по моему даже лучше получается очень красивое шикарное украшение тоже никогда никогда не выйдет из моды фокус у меня уходит от такой от такого количества красоты телефон теряет теряет фокус ну в общем это на самом деле вот это и следующее которое вам покажу это одно из самых моих любимых которые я считаю что они как бы очень необычные очень красивые очень такие своеобразные и я не думаю что где-то можно еще что-то такое подобное найти но можно конечно но вот здесь канаде я почти не встречала украшений такого плана и последнее украшение оно очень необычное и очень своеобразное это розовый горный хрусталь и здесь присутствуют совсем совсем маленькие гранаты видите в браслете на застежки и серьгах внизу вот такая вот капелька фокус фокус красивая и кулон который я сделала из одной одной части браслета потому что браслет не был очень большой я отнесла к ювелиру и рассказывал в том самом видео эту историю поскольку я очень любила комплекты и всегда их собирала то я сначала купила этот браслет мне ужасно понравился он такой необычный такой нежный такой красивый такие красивые вот эти розовые камни что я конечно не могла пройти мимо застегивается он следующим образом у него здесь застегивается очень тяжело у него здесь вот такая вот задвижка которая вставляется вот так и и даже не могу сейчас и вот так вот он закрывается и вот здесь вот маленький маленький гранатик на краю с краю вот такая вот интересная застежка я не могу сказать что это легкая застежка я довольно трудно всегда его застегиваю с большим трудом вот так он смотрится на руке такая красота и потом я купила к нему вот эти серьги я нашла их через какое-то время они ведь и даже немножко отличаются цветом золота мне кажется что браслет более желтое золото у меня беда с фокусом девочки браслет более желтого золота серьги немножечко такие более розоватые видите ну это не сильно видно в носке я в общем решила что ничего страшного тоже очень необычная застежка у них обыкновенная такая вот и серьги вот такие вот очень красивые потрясающе красивые очень и я не могла успокоиться потому что мне же не было к ним кулона на мое счастье мне такие руки что мне все браслеты велики я жила этот браслет отнесла к ювелиру они мне изъяли так сказать вот один такой одно такое одно звено и сделал сам ювелир вот такой вот гранатовую еще подвеску вот эту подвеску они сделали вернее подвеску крючочками который цепляется и вот сделали мне вот такой вот кулон очень красивый очень красивый комплект я бы сказала что он такой нарядный вечерний но в то же время не обязательно потому что розовые вот эти вот камушки они как бы такие весенние я бы сказал не выглядит он как вечерний такой тяжелый комплект выглядит очень нарядно но в то же время как такой легко и воздушно ну вот дорогие друзья за этим все я вам показала вам все что у меня было в моем сундуке в моей шкатулке я надеюсь что вам понравилось я надеюсь что вам было интересно я еще раз повторюсь что в принципе многие из этих украшений можно спокойно отнести к винтажным украшения потому что им уже по 20 больше чем 20 лет некоторым 23 некоторые даже в конце 90-х самом конце я покупала так что в принципе они уже довольно такие ну можно сказать что практически винтажные лет через десять они просто станут абсолютно стопроцентно винтажные золотые украшения показываю их не для того чтобы хвастаться я вам уже сказала что хвастаться тут особенно нечем потому что в принципе ценности в них такой прям ценности великой уже такой нету все камни в общем маленькие довольно таки никакой ценности большой в них они не представляют для меня представляют потому что это память это мои 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 же моя жизнь каждое украшение имеет какую-то историю под собой поэтому для меня это ценность конечно но тем не менее я вот хотела вам показать за этим все надеюсь что вам понравилось люблю целую с дети из канады пока пока бай